В эфире «Биржевой помощник». Все о работе финансовых рынков и их особенностях. С вами Ирина Нестеренко. Здравствуйте. Что представляет собой дисциплина на финансовом рынке и как она может повлиять на прибыльность торгов? Именно об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. В студии Евгений Усанов, региональный директор компании «Фибагрупп» и Евгений Слесарев, инвестиционный консультант «Фибагрупп». Здравствуйте. Евгений, давайте же прежде всего определимся, какие же у нас существуют финансовые рынки и чем они, собственно говоря, отличаются друг от друга. На сегодняшний день выделяют три основных рынка для спекулятивной и инвестиционной деятельности. Традиционно эти рынки разделяют по типу активов, которые на них торгуются. Во-первых, это фондовый рынок, на котором торгуют ценными бумагами, такими как акции и облигации. Далее, товарный рынок, на котором торгуют золотом, нефтью, пшеницей и подобным глобальным товаром. То есть, получается, фондовый, товарный рынок и еще существует также валютный рынок. Да, на сегодняшний день это один из самых интересных, доходных и доступных рынков для частного инвестора или спекулянта. Рынок, на котором торгуют свободно конвертируемыми валютами, такими как евро, доллар США, канадский доллар. Это межбанковская электронная сеть, на которой торги идут круглые сутки, с понедельника по пятницу. На этом рынке самые большие объемы торгов и самые большие возможности с минимальными ограничениями по сделкам. Вот сегодня тема нашей передачи – это именно дисциплина. То есть, на каждом из этих ли рынков необходимо соблюдать эту дисциплину? Ну, безусловно, да. Дело в том, что мы выделяем рынки, разделяем их по виду товаров, по каким-то торговым особенностям. Но вот подход для оценки рынка, особенность работы на каждом рынке практически никак не отличается. Здесь необходимо определить оптимальный актив для покупки или продажи. Здесь необходимо определить лучшую цену, по которой ты собираешься купить, или потом продать этот товар, или наоборот. И, что самое важное, здесь необходимо научиться ждать, выдерживать какие-то временные промежутки. И здесь я опять же не оговорю, будь то акция, будь то валюта, будь то какой-то товар. Принцип один и тот же. Принцип один и тот же, абсолютно верно. А, соответственно, мы сталкиваемся с такой проблемой, как дисциплина. Потому что человек, не дисциплинированный, не имеющий четкого плана, или уходящий от собственного плана, он неминуемо терпит какие-то неудачи здесь. Поэтому дисциплина, это, мне кажется, один из самых главных факторов, который необходим при принятии решений на финансовых рынках, при работе на финансовых рынках. Что включает в себя это понятие дисциплины именно на финансовых рынках? Четкое придерживание, четкое содержание того, что ты делаешь, понятие того, что ты делаешь, да, и, соответственно, четко придерживаться того плана, который ты разработал. Каждый шаг, который ты делаешь в сторону, неминуемо приведет к каким-то, ну, неудачным последствиям, да. И более того, мы должны понимать, что на рынке от нас практически ничего не зависит. Зависит только наша реакция на происходящее событие. Соответственно, мы должны каким-то образом распланировать, что мы будем делать, в какой ситуации, как мы будем поступать. И сделать мы это должны до того, как мы совершим какое-то действие, чтобы потом, находясь уже в рынке, да, при открытой позиции, мы должны только следовать четко прописанным действиям, четкому алгоритму, который будет у нас. Опять же, это исключительно вопрос дисциплины. На самом деле, это, конечно, так кажется, что это все легко и просто, а просто не каждый человек знает, что от себя можно ожидать. То есть это, в первую очередь, наверное, психология, так ведь? Конечно, конечно. Вы знаете, финансовые рынки, биржевая торговля показывают все человеческие слабости как будто под увеличительным стеклом. И вы абсолютно верно говорите, что зачастую люди даже не знают, что у них есть склонность к азарту или есть какая-то боязнь собственных действий, да, неуверенность в себе. А вот финансовые рынки показывают это, да, и пройти через финансовый рынок, попробовать себя на финансовом рынке, это значит узнать о себе гораздо больше, чем где-либо в другой сфере. Поэтому именно это еще тоже интересно, да, то есть раскрыть себе какие-то качества и поставить для себя новые цели, да, как расти в будущем, даже если вы потом не будете работать на финансовом рынке, да, но умение преодолевать страхи вам пригодится всегда в жизни, да. Умение четко придерживаться собственных планов, это, в общем-то, тоже в нашей жизни обязательные условия, да. Вот, поэтому финансовый рынок это тоже такая достаточно интересная вещь, да, которая прорабатывает вашу психологию, которая дает вам возможность расти над собой. Евгений, а вот вы как оцениваете саму дисциплину, вот в самой биржевой торговле? Я думаю, что это самые важные параметры, которые обязан оценивать любой трейдер. Если вы не планируете свои торговые операции, то ваши действия становятся похожи на действия игрока в рулетку, который просто надеется на благоприятный исход. Если вы не соблюдаете торговую дисциплину, то подвергаете свой торговый план значительным рискам. А вообще по статистике 80% всех биржевых неудач происходит из-за психологической слабости человека и неверного управления капиталом. Ну вот то, что я говорил, да, ваш коллега про эмоции, то есть получается эмоции, они влияют напрямую, да, на биржевую торговлю? Совершенно верно. Страх и жадность – это основные эмоции враги при биржевой торговле. Они могут вносить существенное отклонение в процесс сопровождения сделки, приводя к серьезным нарушениям плана. Дело в том, что отсутствие четкого плана плохо, но более-менее очевидно, и без планирования сделки практически не совершаются. А наличие плана при отсутствии дисциплины, которая нужна для его выполнения, намного хуже, потому что осознать свою проблему уже не так просто. То есть получается изначально при работе на финансовом рынке составляется определенный план действий, да? Какая-то цель, и потом выстраивается уже порядок, да? Абсолютно верно. Дело в том, что новичок, человек неподготовленный, он думает только о том, чтобы купить, да, для того, чтобы этот актив вырос, он на этом деле заработал. Но профессионал всегда знает, что план должен содержать как минимум четыре позиции, обязательных позиций, да? Это выбор актива, да? Это то, о чем знает и новичок. Далее идет выбор оптимальной точки покупки этого актива, потому что, допустим, можем сказать, золото будет расти, но вопрос, когда оно начнет расти, и откуда оно начнет расти, да, вопрос конкретной цены. А далее следует еще вопрос выхода из рынка. Дело в том, что оценивая любой актив, мы должны предполагать, что события могут развиваться так, как мы надеемся, и может начаться неблагоприятный исход. Мы купили, а цена на актив дальше дешевеет, да? И тогда мы тоже должны предпринимать какие-то действия, чтобы оградить себя от нежелательных последствий, от потерь в конечном итоге. Соответственно, любой торговый план включает в себя точку выхода с прибылью и, к сожалению, точку выхода с убытком. Без этого никуда. Пусть этот убыток будет минимальным, но мы должны его рассчитать. Ну, еще один параметр – это так называемое время сделки. Так или иначе, мы всегда планируем, что оборот капитала составит сутки, неделю, месяц. Вот за это время мы должны нашу с вами сделку завершить, а если мы этого не сделали, то мы должны пересмотреть ситуацию. Может быть, имеет смысл действительно оставить эту сделку еще подождать, а может быть, нужно закрывать ее, потому что она себя пережила и сжила. Ситуация кардинально поменялась и надеется, что все будет происходить так, как мы планировали в самом начале, ну, просто глупо. Поэтому это четыре основных параметра, которые включают в план. Но существует еще масса других параметров, ведь рынок постоянно меняется, постоянно изменяется. И мы должны прописать для себя, как я себя буду вести в той или иной ситуации. И вот тут нужно постараться избежать вот тех эмоций врагов, о котором сказал Евгений. Ну, посредством чего это избежать? Какие-то правила существуют в биржевой торговле? Ну, во-первых, нужно, в принципе, понять, откуда берутся эти эмоции. Вот начали мы с того, что страх. Страх, как таковой, он берется от незнания. Любой человек боится того, чего он не знает. Это идет с детства, когда ребенок боится темной комнаты, хотя бы потому, что он ее не знает. А дальше мы его можем немножко конкретизировать. Мы можем сказать, что мы боимся потерять деньги. Это первый тип страха. И второй тип страха, когда мы боимся недополучить прибыль. Вот два главных страха, с которыми сталкивается человек, и которые мы должны и обязаны, если хотите, рассматривать. Должны с ними каким-то образом бороться. И в этом нам с вами будет помогать вот то самое планирование. Если я четко расписал для себя, как я буду действовать, по каким критериям я буду принимать решения, то для страха у меня остается минимальный объем. Дело в том, что я готовлю себя к возможным неблагоприятным событиям еще до того, как я вступил в рынок. Я уже к этому готов, и мне, по сути дела, уже не страшно. Я знаю, чем это закончится в худшем случае. И тогда я спокойно принимаю решение, я действую, я жду, когда это отработается. Ну вот, Евгений, у нас инвестор в ПАМ-счета, да, как вы не раз уже говорили. Вот насколько для вас важно планирование при вашем подходе к рынку, при использовании такого инструмента, как ПАМ-счет? Инвестирование – процесс не менее сложный и трудоемкий, чем самостоятельная торговля. При инвестировании необходимо определять периоды вложений, правильно распределять суммы в портфеле, вовремя выводить прибыль. А это все и есть планирование. Все свои действия заранее записываю на бумаге, составляю планы, потом жестко его придерживаюсь. Вопросы правильного вложения средств подробно разбираются у нас на бесплатных вводных семинарах, куда я приглашаю всех желающих. Записаться на семинары можно по телефону, который вы видите на своих экранах. Ну и что такое ПАМ-счет? Вкратце можете объяснить? ПАМ-счет – это возможность для инвестора доверить собственные средства опытному управляющему, или даже нескольким управляющим, с подтвержденной историей торгов. При этом инвестор может выбирать управляющего не по одному параметру, а сразу по нескольким. В первую очередь это доходность, далее срок инвестирования, минимальная сумма инвестирования, опыт управляющего. Все эти параметры в открытом доступе можно найти прямо на нашем сайте, или позвонить по телефону, который вы видите на своих экранах, и записаться на личную консультацию. Евгений, вы говорите про то, что регулярно надо планировать свою деятельность в биржевой торговле, но все-таки рынок же меняется, и бывает такое, что если даже вы какую-то цель поставили, то вы видите, что есть намного выгоднее позиция. То есть можно ли поменять свою позицию, и к чему это приведет? Как часто на рынке такие решения происходят?